Набор для питания школьника. Это очень существенная помощь. Нам вдвоем хватает на месяц. Петр с сыном выживает благодаря этим продуктам. В октябре его супруга скончалась от коронавируса и он ушел с работы. С тех пор, кстати, сын с ДЦП достиг больших успехов. Пара месяцев реабилитации в Москве и ребенок сам сел. Пытаемся удержаться на карачках, учимся ползать. Хотя раньше он лежа не мог даже себя поднять. Можно на дому этим всем делом заниматься, но процесс тогда будет долгим. Мы не знали об этих центрах. У нас ни поликлиника, ни соцзащита, никто об этом не информировал. Оплата центра по фонду ОМС, но узнала семья о нем случайно, когда искала ответ, как отцу-одиночке тянуть сына-инвалида. Эта помощь положена с момента установления диагноза. Кирилл так потерял 11 лет. Сейчас понятно, что от государства мало, чего ждать приходится. И вот приходится самим вырывать, выгрызать. Поднимаешь себя на руках, колу вперед. А, точно. Забыл. Занятие сквозь боли слезы. Кирилл очень хочет встать на ноги. Ограниченное передвижение компенсирует в онлайне. Он один из лучших учеников класса и юный стример. У тебя есть свой ютуб-канал уже? Да, пытаюсь там игры снимать, прямые трансляции провожу. Идет как бы день сурка. Иногда устаешь от этого. Большей частью сейчас психологом у меня является сестра моя родная. Брат, как мужчина, считает недостойным, наверное, себя жаловаться и пытается терпеть те неудобства, которые связаны у него с бесконечным хождением по инстанциям. Путевки для реабилитации очень много времени занимают. И получается, ага, либо анализ утерянный, либо он еще не готов. Приходите завтра и завтра. Я сейчас значительную часть своих доходов трачу на поддержку брата. Считаю это миссией, но мои средства, конечно, значительно ограничены, потому что самой надо кушечкой как-то жить. У меня тоже есть ребенок. Но мы будем до последнего до конца бороться, потому что наша цель – ребенок, который самостоятельно, ну, с тростью пройдет по дому. И это не розовые мечты. Такую оценку дают врачи. Но если реабилитацию не прекращать. На это нужны деньги, а значит работа. Мне необходима либо дистанционная работа, либо работа с каким-то свободным графиком. На что прозвучал ответ, что вы понимаете, что вы недееспособный гражданин. Я говорю, ну, в смысле, я же, у меня руки есть, ноги есть. Но у вас ребенок инвалид. И вообще мы не обязаны вам искать работу. Мы только должны оказывать содействие. Работу вы должны искать сами. Последнее, вот я знаю, предложение от нее, которое сопровождалось устным замечанием о том, что вы трижды отказываетесь. И мы вас лишаем возможности получать эти гигантские деньги, пособие по безработице. На днях Петр едет на один из барнаульских заводов. На этом настаивает центр занятости. Правда, мужчина уверен, что ему там предложат график с 8 до 5 и придется отказаться. Есть ли варианты для родителей одиночек детей инвалидов, мы запрашиваем у ведомства. А сам мужчина не теряет надежду и планирует делиться опытом реабилитации с другими папами и мамами. Не хватает нам мамы. Но, тем не менее, у нас есть цели, к которым мы стремимся. Нам есть о чем думать, у нас много работы предстоит. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.